Во-первых, спасибо огромное, что согласились, нашли для нас время. С вами видеоинтервью практически невозможно найти. Да, спасибо, что пригласили меня на интервью. Фань, ну иди сюда, ну что ты, как дурочка. В кино снимешься, на ютубе тебя увидят. Вы предполагаете, что все будут рады вашему проекту. У вас нет ни малейших оснований так думать. И вы не принимаете внимание на то, что вам сказал Ленька. То есть вы отнимаете время от людей, которые старше вас, и может быть даже занятее. Но в конце концов, звук мы настроили, так что это можно пропустить. Да даже не вспомнил. Нет. О, не, я не в курсе. Нет, к сожалению, Горчуков у меня только дипломат. Да, дипломат. Кто это? Нет, не говорят ни о чем. Ну, я слышала, но, наверное, трактовку точно не смогу вам дать. Ой, слушайте, у вас такие вопросы, которые действительно, не, мне очень сложно отвечать. Ну, что-то знакомое, на авторский привод. Нет, точно не хочу убрать, ребята. Знаете, вообще сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Агата Кристи В Соединенных Штатах группа энтузиастов создает многообещающую компанию Apple. Тем временем в Японии на свет появляется чудный малыш, которому суждено совершить настоящую революцию в жизни сотен миллионов людей по всему миру. На постсоветском пространстве этот без преувеличения легендарный малый получает известность под неверно произносимым, фонетически исковерканным именем, которое тем не менее настолько прочно входит в обиход, что величать это чудо иначе и сегодня как-то слишком непривычно. Имя ему ВХС. С появлением домашнего видео в СССР впервые врывается другое зарубежное кино. Не то разрешенное и цензурированное, которое в малых дозах доставляют на советское телевидение и крутят в большинстве советских кинотеатров. А новое, свежее, неизвестное, такое не похожее на все, что было прежде и потому особенно желанное. Дело в том, что в начале, в начале все фильмы были откровением. Первые вестерны, которые мы видели, первые, так сказать, экшн-фильмы, фильмы ужасов, всякие Годзиллы. Конечно, сейчас какую-нибудь Годзиллу смотреть смешно после всего того, что наснимали, но тогда это было откровение. Вдруг впервые в истории советского зрителя он смог выбирать, что ему смотреть, Феллини или обнаженный 18 с пистолетом и кучей кровавых трупов. И уже каждый это решал для себя, смотря, что ему больше нравится. Кто любит Мочилова и стреляющих окровавленных голых девиц, тот не брал себе кассету Феллини. А кому интересно было Феллини, тот мог не брать японскую вот эту Мочилову, например. Отсутствие свободы в таком полном смысле толкало воспринимать это кино больше, чем просто кино. Вот смотрели на каких-то, вот как там в джунглях, вот эти все фильмы с Бронсоном. Это была единственная, по большому счету, возможность увидеть фильмы, выпускаемые на Западе, да не только на Западе, но и на Востоке, а без цензуры, по своему, так сказать, усмотрению, а не по усмотрению главлита или кто там занимался цензурированием фильмов. Небольшое пояснение для тех, кто в силу возраста не в танке. Сегодня американские блокбастеры не только не запрещаются к показу, но и составляют основу репертуара большинства российских кинотеатров. Они делают кассу. И в том, чтобы в наши дни обычному человеку увидеть, скажем, новую историю «Звездных войн», больших проблем нет. Если же вы любите авторское кино и фестивальный арт-хаус, то, ожидаемо, не найдя его в стандартном мультиплексе, при желании все-таки разыщите нужный фильм в интернете и либо приобретете официальный цифровой релиз, либо скачаете картину нелегально и посмотрите бесплатно. 40 лет назад в условном 78-м ситуация с доступом рядового советского гражданина к зарубежному кино была, мягко говоря, немного иной. Кинотеатры выходило в те времена около 200 кинофильмов в год. Из них 110 – это фильмы советские, из них еще 45-50 – это фильмы братских социалистических стран. И было где-то около 30-40 фильмов капиталистических стран в год. То есть, скажем, десяток французских, десяток американских. Я даже вам не могу сказать, что было в кинотеатрах выдающегося. Например, «8,5», который получил первый приз на Московском фестивале, как вы знаете, его не было. Про Катя. И вы ездили мы смотреть «Белые столбы». Телевидение. Западные фильмы не закупались практически никогда. И по телевизору шли в основном советские фильмы. И то их было не очень много. Это как-то разводилось с кинопоказом. Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер. По телевизору после программы «Время» один фильм. И, как правило, это какой-нибудь там тягомотнейший мелодраматический сюжет или какая-нибудь производственная драма или какой-то ужас. Вот уже скоро будет год, как наша группа работает над четырехсерийным телевизионным фильмом «Подпольный обком действует». Шли, начиная с середины 70-х годов, все больше и больше советских многосерийных телефильмов. Телефильмы и многосерийные телефильмы социалистических стран. Там, прежде всего, ГДР, там Польша. И совсем уж немного фильмов западных. Вот, собственно говоря, вам ситуация. Одним из немногочисленных оазисов для столичных киноманов еще до появления домашнего видео стала вот эта роскошная сталинская высотка на Котельнической набережной. Здесь еще с 1966 года базируется кинотеатр «Иллюзион» филиал Госфильмофонда. Для тех, кто жил в Москве и ценил непопсовые зарубежные фильмы, это место, несомненно, было культовым. Ведь здесь можно было посмотреть абсолютно разножанровое кино на самый притязательный вкус. То, что не показывали в других кинотеатрах. Многие знаменитые переводчики 90-х регулярно посещали местные сеансы, еще будучи детьми. Мой интерес к кино во многом возник благодаря кинотеатру «Иллюзион», в котором я бывал с детства и бываю до сих пор. Там практически каждый день показывали то кино, которое невозможно было увидеть на большом экране или даже на видео. На видео тогда не было классики практически, а в «Иллюзионе» можно было увидеть, допустим, всю подборку Хичкока. Я ходил в кино достаточно редко и, на самом деле, по-настоящему увлекся им и полюбил его после того, как случайно лет в 15 попал впервые в кинотеатр «Иллюзион», где показывали фильмы из коллекции Госфильмофонда и начал смотреть старое классическое кино. Вот тогда, наверное, да, полюбил. Ну, я, поскольку живу недалеко от высотки, и то не сразу узнал, случайно, на самом деле. Пошел с арбузами, что ли, поставили клетку около «Иллюзиона», пошел туда, смотрю, там «Иллюзион». Интересный кинотеатр, почему-то ни разу не был, надо посмотреть, что там такое. А там, оказывается, целые абонементы, то есть там ужасы, фантастики, чего нет в других кинотеатрах. Фильмы из Госфильмофонда. Вот, ну, конечно, сразу стало интересно. Я, наверное, тогда первый раз увидел фильм, который вживую дублировал человек, который сидел в зале, то есть переводчик. И почти наверняка этим переводчиком был я. В зале тогда кресла стояли ровно. Ну, сцена, я вижу, такая же, какой она была тогда. Сегодня здесь стоит синтезатор, а тогда стоял рояль. И немые картины, конечно, в «Иллюзионе» шли под аккомпанемент тапера. Представляете, пожалуйста, про технологию. Где вы сидели, как громко говорили и так далее? Сидел я в специальной будке, от которой теперь осталась только дверь. Реально эта будка сейчас находится здесь. Под нами она замурована. После того, как в «Иллюзионе» в очередной раз сделали ремонт, поставили в зал аппаратуру «Долби» и подняли кресло. А тогда вот эта маленькая будка, в которой сидел я, и было еще два кресла. И ко мне могли приходить гости. Все, кого я хотел посадить, показать фильм. Не забывайте, что в «Иллюзион» попасть было невозможно, билет купить. Это было безнадежно. Это было «Отдушино», это был такой глоток свежего воздуха, как, например, журнал «Новый мир» в литературе, или выставка в павильоне пчеловодства в живописи, или фестиваль «Альтернатива», он был чуть позже в академической музыке. Это примерно то же самое, что сейчас, я не знаю, «Новая газета». Все мои друзья, в том числе очень многие крупные наши кинорежиссеры, там, начиная от Андрея Тарковского, Александра Митты и так далее, они все смотрели свои любимые картины, всю киноклассику они смотрели из моей будки. Если все делать правильно, и если переводчик находит вежную интонацию, то спустя какое-то время, через несколько минут после начала сеанса, зритель перестает переводчика замечать. Тем более переводишь-то одним голосом, да, то есть нет вот этой постоянной, появившейся потом уже в телевизионные годы, через голосицы мужского и женского голоса или двух мужских голосов. Зритель не переключается, один и тот же голос переводчика, при этом ты не играешь за актеров, ты даешь интонационные намеки на то, что говорят актеры. А сами интонации зрители должны брать с оригинала, с экрана. На этой сцене стояли там Вайда, Курасава, Кингвидер, Рубен Мамулян, Терри Гильям, Майкл Палин. Иллюзион ведь и сам по себе был совершенно уникальным, замечательным местом, но Иллюзион еще постоянно участвовал, скажем, в тех же московских международных кинофестивалях. Мы к себе в кинотеатр забирали просто абсолютно все самое лучшее, что было на фестивале. Программа Иллюзиона просто не с чем было сравнивать. Был однозначно лучший фестивальный кинотеатр в эти две недели, когда в Москве раз в два года был вот этот праздник кино. Здесь действительно было очень интересно. Спору нет. Для столичных синефилов Иллюзион в советские годы стал райским уголком, прежде всего благодаря эксклюзивному репертуару. Но не только поэтому. Одна из причин всеобщей киноманской любви к этому месту состояла в том, что шедевры мирового кино здесь озвучивались вживую, прямо во время сеансов, в режиме реального времени, что придавало происходящему в зале совершенно особенную, волшебную атмосферу. В наши дни легендарный кинотеатр продолжает эту практику. И пусть синхронно фильмы больше не переводятся, а озвучивание производится по заранее приготовленным монтажным листам, Иллюзион, изменив технологиям, остается верен традициям. Если бы Шарлотта Иллот была... Какой? А, я видел ее на сцене. Она бы заставила меня смеяться, если бы я не был бы устража. Меня она никогда не могла рассмешить на сцене и вне сцены. А для вас драматическое искусство лишь веселая игра. Джонатан, пошли отсюда. Твоя машина здесь, у входа. Я провожу тебя во двор, буду ждать там. Веди его сюда. Здесь теплей. Открытый в 66-м Иллюзион на долгие годы становится одним из главных потребителей синхронного перевода заграничных картин. Впрочем, необходимость в самой этой процедуре возникает гораздо раньше. Зарубежные фильмы и в прежние времена нужно адаптировать для русскоязычной публики. Для закупочных комиссий Госкино, рядовых зрителей, не говоря уже о спецпоказах для главных партийных боссов страны. Самый требовательный кинозритель Союза, Сталин, еще в 30-е годы регулярно смотрит голливудские картины, которые, разумеется, показываются ему не в оригинале. После войны специально для вождя трофейные заграничные ленты по заранее заученному переводу озвучивает не кто-нибудь, а тогдашний министр кинематографии СССР Иван Большаков. И лишь в период хрущевской оттепели синхронные одноголосые переводы зарубежного кино, выполняемые по схеме «Сходу перевожу на слух и сам одновременно озвучиваю» становятся по-настоящему востребованы. С конца 50-х годов начала, по крайней мере в Москве, возникать первая потребность в переводе иностранных фильмов как в профессии, потому что начали появляться киноклубы. В 59-м начался Московский кинофестиваль. Ну, сначала очень ограниченное мероприятие, а потом в 61-м, 63-м это уже стало мероприятие массовое. Уже было задействовано много кинотеатров в показе фестивальных картин. В каждом нужны были переводчики. Две недели продолжался 4-й Московский международный кинофестиваль, в котором соревновались фильмы 69 стран. Примерно тогда же, с 50-х, 60-х годов, появилась традиция закрытых показов. Это не обязательно закрытые показы для элиты в Кремле или где-то. Это многочисленные показы во ВГИКе, на всяких учебных курсах, где учат актерскому мастерству, режиссерскому мастерству, ну, всему, что связано с кино. Там тоже показывали фильмы, заказывали их из Госпильмов фонда, показывали студентам, показывали на каких-то лекциях, семинарах. И, конечно, это все надо было кому-то переводить. Вариантов решения проблемы насчитывается немного. Субтитры, то есть текстовый перевод фильма на экране, распространенный на Западе, по техническим причинам отметается сразу. А блистательный советский дубляж с голосами Герта, Кеннексона, Карапетяна, Вестника и прочих выдающихся актеров предназначается прежде всего для официального кинопроката, куда допускается только идеологически подходящее и тщательно отредактированное кино. Естественно, в общем, как все в подцензурном государстве, тексты всех фильмов, которые выходили в советский прокат, они подвергались цензуре. Какие-то картины резались, какие-то картины, менялся текст. Нет, нет, Елена, это не годит. Актриса-укладчица, есть в дубляжном цехе такая специальность, подгоняет по изображению и уточняет вместе с автором перевода каждую реплику. Семью обеспечить. Так, можем попробовать? Нет, нет. Это уж твоя, забор. Нет, нет. Так, да? Ага, вот. Хоть наизнанку вывернись, а семью обеспечь. Хорошо, хорошо. Идет. Да, если мы посмотрим на советский дубляж и сравним текст дубляжа с тем, что говорили в оригинале, переделки могут доходить до 50% текста. Это, в общем-то, не столько даже было связано с политической цензурой, а с разницей менталитетов. Если в оригинальном тексте были какие-то реалии западного мира, они все убирались. Ну, грубо говоря, какой-нибудь Старбакс в советские времена. Ну, скажет, и Старбакс, его никто не знает. Макдональдс какой-нибудь, гамбургер. Все это заменялось, конечно же. Заменялись все вольности, все разговоры о сексе, естественно, убирались. Не просто сцены с сексом, именно разговоры с сексом. Все это убиралось. Все политические разговоры, все намеки на то, что, допустим, капиталистический строй хороший, а коммунистический строй плохой. Естественно, все это убиралось. Исторически дубляж расходится с фестивалями и закрытыми показами еще и потому, что представляет собой довольно трудоемкий, очень продолжительный и крайне дорогостоящий процесс. Это штучный товар для подобных мероприятий, технически в те годы совершенно не приспособленный. Дубляж, во-первых, требует затрат. Фильм должен быть переведен вообще сначала, потом должен быть отредактирован, должна быть произведена укладка, чтобы вот это можно было фразу вместить, не вместить в то, что говорят актеры. И потом надо это все записать, надо набрать людей. Необходим огромный творческий труд коллектива студии, чтобы новинки мирового кино пришли на наш экран. Учитывая объективные обстоятельства, специалисты, способные быстро и качественно переводить и самостоятельно озвучивать иностранные фильмы в синхронном режиме, пользовались в ту пору особным спросом. Дублированием зарубежного кино в советские годы занимались и Ленфильм, и киностудия имени Довженко. Но все же львиную долю работы выполняли московские учреждения. Мосфильм, Союзмультфильм и киностудия имени Горького. Вот асинхронистов-одиночек для фестивалей и закрытых показов искали прежде всего здесь, в Белокаменной. Какой-нибудь гениальный переводчик родился бы где-нибудь в Саратове, и что бы он там делал? Вы Белинского читаете, помните, что Белинский говорил? «Природа творит людей, совершенно не соотносясь с их требованиями. Гениальный полководец может всю жизнь прожить, не подозревая, что он гениальный полководец». И так и здесь. Гениальный переводчик мог родиться где угодно, но нужна была практика постоянная. Фестивалей и закрытых просмотров было больше в Москве. Главные киноинституты в Москве, кинокритики, всякие съезды киношные, дни кино зарубежного, они, конечно, проходили в Питере, но средоточием была Москва. Для закрытых просмотров требовалось, чтобы ты мог переводить постоянно. И вот наша практика, по крайней мере, тех людей, которые, ну, примерно со мной одного поколенческого поколения, она была очень серьезная. Это по несколько фильмов в неделю. И вот это, то, что называется набить руку, да, но это набить язык, да, в данном случае не знаю, как сказать правильно, это то, что нельзя было получить в другом городе. Или, по крайней мере, очень трудно было получить в другом городе, скажем так. Работа на фестивалях, неделях зарубежного кино и закрытых показах становится для переводчиков советских лет поистине бесценным опытом. Именно здесь начинают свой тернистый путь в профессии, многие классические закадровые русские голоса эпохи видео. И эту школу, несомненно, нужно пройти. Я был членом киноклуба. Я это рассказывал много раз. Киноклуб «Экран», один из лучших в Москве. И он имел право некоторые фильмы, которые присылали на фестивале или на неделе, скажем там, английского, французского, японского кино, смотреть у себя до показа их в кинотеатрах. То есть тем самым можно было не гоняться за билетами, в частности. И был какой-то японский фильм с английскими субтитрами. Переводчик не приехал, опоздал. И, поскольку я был в зале, все знали, что я знаю английский, посадили меня. Я сел переводить. Переводил минут 20, пока не приехал опоздавший переводчик. Набрал все, что только можно, провалился с треском. Но это был мой первый опыт. 1973 год, это было на московском фестивале в кинотеатре, который теперь не существует, в заряде. Леня, как всегда, набрал работы, но не мог оказаться одновременно в двух местах. Мы с ним общались. В этот момент у меня был период, когда я учился в Морисе Таразе. И он сказал, слушай, а сходи, переведи фильм. Ну, ты же все, мы читаем одни книги, смотрим одни фильмы и так далее. Ну, я и пошел, и перевел. Как сейчас помню, это был фильм «Тройное эхо» с Глендой Джексон. Посмотрел, увидел перед собой микрофон и как-то вот начал говорить. И до сих пор говорю. Поскольку по технологии невозможно было записать синхронно голос на кинопленку, то для этого нужно было бы печатать новую копию кинофильма. Это безумные деньги. Нам приходилось переводить один и тот же фильм по шесть раз в день. Несмотря на то, что это тяжело физически, это позволяет учиться. По-настоящему учиться, потому что повторение – мать учения. За это время ты, во-первых, успеваешь более или менее прилично расслышать фильм. Не забывайте, мы синхронные переводчики, у нас не было монтажных листов ни русских, ни оригинальных. Делалось все с наушников, со слуха. Там действительно самое сложное было не перевести, а расслышать. Это первая специфика. А второе – это то, что если ты находишься в зале и переводишь для зала большого фестивального, то даже если ты сидишь в отдельной будке, в случае, например, комедии, ты слышишь реакцию зала. И ты понимаешь, твой перевод шуток удался или нет. Это очень поддерживает. Мы же имели возможность слышать, что происходит в зале. И не только взрывы смеха. Но любая эмоция, когда у людей останавливается дыхание, у трехсот с лишним человек сразу, это слышно. Даже когда ты сидишь в наушниках, это слышно. Благодаря этому мы все время отрабатывали те версии, те варианты перевода, которые дают лучший результат. Тоже забавная история. Меня отправили в кинотеатр «Октябрь», в первый же день фестиваля, переводить фильм с Оливер Ридом, главной роли. Очень неплохой английский фильм. Я его не видел. Мне сказали «без проблем», там очень хороший английский. И вот мой первый в жизни перевод на большой экран, на большой зал. И действительно английский, как в лингофонном кабинете. Все говорят четко и с паузами. Хороший английский язык. Проблем нет никаких. И вот в середине фильма, я уже расслабился, герой заходит в паб, проходит мимо столика, там сидят три человека. Эти три человека что-то друг другу говорят. Первая фраза. Я понимаю, что я не понимаю ни слова. Просто не понимаю. Вторая фраза. Я не понимаю ни слова. Третья фраза. Я не понимаю ни слова, но сквозь наушники я слышу смех в зале. И я понимаю, что смеются надо мной, что я облажался. И в эту секунду что-то щелкнуло в голове, и я понял все три фразы. Они говорили по-русски. Это были моряки. Причем один из них говорил матом. Почему в зале был радостный хохот? Потому что механики тоже к этому не были готовы и не притушили звук. Мы ездили по всей стране от Союза кинематографистов и возили иностранные фильмы. И тогда это было невероятное событие для бывших союзных республик. Обязательно нас возили к первым лицам государства, к первым секретарям компартии. Показывали им фильмы. Хорошо кормили, хорошо платили. Какой-нибудь кинотеатр типа «Октябрь» или «Ударник». Там у тебя отдельная будка, там микрофон, там у тебя наушники, стол, лампа. Если у тебя есть текст фильма, можно его предложить. Гениальные условия. Дальше, если идти вниз. Это, например, условия Ташкентского кинофестиваля, где у тебя тоже будка. Все точно так же, но только за стенами на улице плюс 50. А у тебя за спиной стоит проекционный аппарат, который нагревается примерно до 80 градусов по ощущению. И вот ты сидишь как в духовке и начинаешь переводить фильм в нормальном виде, окончаешь его в одних трусах. Постепенно раздеваешься и мокрый, как мышь. Третий вариант – это то же самое, только у тебя нет отдельной будки, ты просто сидишь между проекционными аппаратами. Ну а вершиной – это был просмотр в городе Жуковский, когда я переводил что-то там, но у них сломался микрофон и не было наушников. Поэтому меня посадили в середину зала. И я должен был услышать, что говорят герои, прокричать это в зал, тем самым заглушая все, что говорят они дальше. А зал постепенно, раз не было микрофона, постепенно передавал, что он сказал, что он сказал, что он сказал. Как-то я приехал в одну Среднеазиатскую республику, а тут возьми и умри маршал Советского Союза Устинов, министр обороны. И траур по стране, и мне, значит, говорят, что мы показывать фильмы не будем в такие трагические для всей страны дни. Мы не можем показывать всякую вашу американскую ерунду. Я думаю, ничего себе. А как же мои 7,50 за перевод? И, значит, я совершенно на голубом глазу говорю секретарю по культуре. Я говорю, как вы думаете, на каком уровне принимается решение о том, чтобы прислать вашу республику фильмы? Наверное, не просто так. Наверное, это не решается союзом кинеграфистов. Наверное, что есть, так сказать, курирующие люди в аппарате ЦК, КПСС, в отделе культуры, которые решают, что вам посмотреть. А мне потом, когда я вернусь, придется отчитаться, как вы смотрели, что вы смотрели, что вы говорили на эту тему и так далее. И вот я приеду и скажу, что вот мы прислали вам фильмы, решив это на таком уровне, а вы решили их не показывать. Как вы думаете? Все это одобрят. Тут они задумались и сказали, ладно, показывать, но только членам правления союза кинеграфистов. Ну, это нормально. Это значит всем парикмахерам, всем директорам магазинов, всем, кому надо. Я, наверное, один из неногих людей в мире, который знает, где находятся мышцы в языке. Кинотеатр Лизион, о котором мы говорили, устроил такой сеанс. Там был на сеансах, чтобы для молодежи, всегда было два фильма. И Лизион в этот день себе выбил четыре официальных, потому что это была ударная программа. Там первый фильм был «Скромное очарование буржуазии» Буниуэля, а второй фильм был «Фист» со Сталлоне. Но не драка, а вот про профсоюзные дела. Оба фильма не дают переводчику практически ни секунды паузы. У Буниуэля не быстрый фильм с точки зрения языка, но текст идет практически постоянно. Там нет пауз. «Фист» — сплошной текст. И быстрее чем-то. Они устроили себе такие, значит, четыре сеанса. Причем один фильм Буниуэля идет почти два часа, «Фист» идет, по-моему, два с чем-то. Плюс к этому, по «Соку Буниуэль», они устроили еще два утренних сеанса одного Буниуэля. И не помню, что именно. Короче говоря, еще один фильм ночью, после окончания сеанса. Чтобы втиснуться в 24 часа, они отменили все паузы между фильмами, между сеансами. То есть открывались одновременно двери, здесь зрители выходили, здесь зрители входили. Это был настолько сплошной поток, что где-то в середине я сказал, что все, я отменяю это дело, я пошел, мне нужно в туалет, пойду писать. Не было времени сбегать в туалет, он в Лижоне находился внизу. И вот последний сеанс, последний минут 20, каждое слово мне давалось со слезами. Потому что в языке заболели мускулы, заболели мышцы, которые двигают язык. Это то, с чем мы никогда в жизни практически не сталкиваемся. Очень редко в некоторых ситуациях. Вот одна из них была здесь. Вы понимаете, самая проблема ведь в том, что от огромного количества действительно выдающихся переводов, которые, скажем, звучали здесь, в этом зале, в Лизионе, не осталось ничего. Это все равно, что говорить о Герберте Бербоме 3, или об актерском искусстве Щепкина. Да, современники говорили, что это было гениально. А документов, которые можно потрогать, у нас нет. СССР, конец 70-х. Еще не введены войска в Афганистан. Еще не прошла Олимпиада в Москве. Еще жив Высоцкий. В масштабе страны о новом японском чуде-технике под названием Video Home System мало кто знает. Тем временем в столице закрытая группа экспертов уже вовсю занята выбором лучшего из конкурирующих форматов домашнего видео. Шансы ВХС на мировое доминирование еще не выглядят стопроцентными. В самом конце как раз 70-х годов, когда встал вопрос о том, а какую же, собственно, систему бытового видеомагнитофона будут принимать в Советском Союзе, вот мы, как раз я был в составе этой очень маленькой группы, собственно, три недели занимались тем, с утра до ночи, что смотрели одни и те же фильмы на трех разных системах, на ВИЧС, на Бетамаксе, на видео 2000, Филипсовско-Грундеговско. А потом сравнивали это с тем, как это смотрелось на эталонном видеодиске на ЛВИ. О том, чтобы делать видеодиски в Советском Союзе, об этом речи не было слишком дорого. А вот о магнитофонах речь шла. И выбрали бы в конечном счете. Мы выбрали ВХС, в общем, какой из нас тогда не ошиблись. О широком распространении бытового видео в СССР на закате Брежневской эпохи говорить еще не приходится. Но в отдельных состоятельных советских семьях, особенно в крупных городах, диковинные аппараты появляются все чаще. Значит, у нас была в школе девочка, грузинка, Ляля Чехтюшвили. А в советское время грузины, они всегда жили чуть лучше, чем не грузины. И, естественно, у Ляля в одной из первых появился видеомагнитофон. Два. Соответственно, они могли переписывать кассеты, и у них были какие-то там фильмы. Этот видеомагнитофон известный южнокорейской фирмой Гольдстар. Я сразу скажу, я не знаю, как он появился в семье, но какие способы были? Это, во-первых, купить в комиссионке. Тогда комиссионке предлагали достаточно большой выбор западной техники. Хотя она стоила довольно дорого, но можно было что-то сдать, доплатить и так далее. Комиссионке или кто-то привозил. Что же до успехов отечественного производителя, то первым массовым советским бытовым видеомагнитофоном формата ВХС становится аппарат Электроника ВМ-12, крупносерийный выпуск которого стартует в 1984-м. Как две капли воды, похожие на японский прототип Panasonic NV2000 и безнадежно устаревший сегодня, этот легендарный видик и в середине 80-х трудно было назвать последним словом техники. Но за неимением доступных альтернатив он моментально превратился в дорогостоящий дефицитный товар. Конец декабря. Мы находимся на Ленинском проспекте, дом 87, в магазине «Электроника», где закончилась запись на продажу отечественных видеомагнитофонов. Заведующего из секции видеотехники мы попросили ответить на несколько наших вопросов. Видеомагнитофоны у нас в стране начали выпускаться сравнительно недавно и они с начала выпуска приобрели очень огромную популярность. У нас в магазине проходит 100% предторговая проверка и отход видеомагнитофонов до 1%. Очередь большая была на них тогда. То есть желающих было огромное количество. Выпускали не так много. Была огромная очередь запись. 1200 рублей он стоил, плюс 50 рублей стоила какая-то примочка. То ли на него, то ли на телевизор, чтобы цветной был. Еще же, как бы сказать, телевизоры у нас те еще были. Помню, тогда все бросились переделывать впал Секам свои телевизоры, которые работали в Секаме, а надо было впал, и поэтому целая индустрия вот этих вот переходников. У кого-то были иностранные видеомагнитофоны, а кто-то довольствовался электроникой. ВМ. Такая громоздкая штука выплывала. Конечно, это было допотопно, пока он поднимется, пока он засунется. Главное, конечно, очень аккуратно вставить. Но с другой стороны, он был сделан настолько, как бы сказать, по-военному, настолько так надежно, что, наверное, можно было бы им и кирпичи об него ломать, ничего бы не случилось бы. Ну, такая надежная техника была. Младшего премена была, он еще какие-то такие подозрительные звуки издавал, как будто бы там какой-то счетчик стоит, или, как говорили раньше, микрофончик от КГБ стоит, они там слушают, что вы смотрите, и что вы после этого про Леонида Ильича там говорите, или еще что-нибудь, хотя бы тогда уже не было. На вопрос, что именно было главной прелестью ВХС, сегодня у каждого может быть свой ответ, но по состоянию на середину 80-х все предельно ясно. Самое важное и ценное, что дает людям видео, свобода зрительского выбора, ни с чем не сравнимое ощущение жанровой новизны и те неповторимые впечатления, которые переживает воспитанная на советском кино публика, никогда не видевшая ничего подобного. Когда стали появляться видеокассеты первые и стали, первый фильм появляться, особенно врезался, я помню, фильм «Воины». Надпись на куртках «Воины». Помните, это так «Warriors» был, значит, про банду Нью-Йорка, причем Нью-Йорк 70-х, это вообще было совсем страшное место, то есть, ну реально, были районы, вот кроме центра, где без пистолета лучше было не ходить, но тогда вот воспринималось это следующим образом, когда смотрели вот на этих воинов, которые там пробираются через эти каменные джунгли, вот я не за всех не скажу, естественно, да, может быть у людей были другие эмоции, я скажу за ту компанию, с которой мы этот фильм смотрели, а нас было нескольких человек, вот было ощущение, что мы такие звери в зоопарке, в клетке, да, у которых все хорошо, спокойно, там, есть корм, безопасность, но это все-таки клетка, а вот мы смотрим за хищниками на свободе, как они там, значит, в этих джунглях пробиваются, и в этом был такой драйв, такая энергетика, такой магнетизм, вот, наверное, самое правильное слово. Понимаете, тогда, в общем-то, даже названия не запоминались, это все было, была такая диковинка, что название было вовсе не главным, это сейчас мы можем помнить фильмы по названиям, а тогда, в общем-то, помнили фильмы по каким-то эффектным сценам, по тому, кто там, с кем эффектно разобрался на экране, или какая-то погоня. В наших фильмах же этого практически не было. Я уж не говорю про жанры ужасов, триллеров, которые у нас просто отсутствовали как класс. Сегодня день отцов, и у меня мой торт. Я вот запомнил «Колеску курса», впечатление такое и на брата, что там просто уже боялись это самое, как у любых шорохов. Вот. И еще какое-то было тоже про зомби. Это где-то 84-й год, то есть, наверное, фильм тех же годов. Это был, наверное, класс, конец седьмого, конец седьмого класса где-то. Смотрели «Том и Джерри», а потом «Рэмбо. Первая кровь». И вот я помню вот эту сцену, когда он сбегает из полиции, помните, там, на ходу раскидывая, всем раздавая звездюлей, а накануне нас с товарищем подловили в темном дворе, как это у нас в компании ходили, и вот с этим вот «А ты кого знаешь?» ну, мы знали, кого надо, в общем, конфликта не было, но все равно сам момент вот этот, когда к тебе в темном переулке подходят какие-то люди, начинают тебя спрашивать, кого ты знаешь. И вот этот момент, когда «Рэмбо», значит, прорываясь, я так смотрю и говорю, так, товарищу, с которым мы вместе попали, я говорю, да, вот были бы мы такими, те ребята бы к нам так не подошли. И вот этот момент был, конечно, такое, да, «Рэмбо» тогда произвел впечатление. Появилось такое выражение «молочная почта». Тогда молоко было в пакетиках, и оказалось, что кассета идеально вписывается в этот пакет, то есть вот она помещается, как будто была создана для этого, и поэтому это была «молочная почта». И, конечно, это была большая редкость, и люди тряслись, не дай бог уронить кассету, не дай бог там она расколется. Ну, в общем, это был дефицит. Проблема нехватки и дороговизны видеокассет решается несколькими способами. Первый из них – простой обмен. «Ты мне, я тебе». Обмен, конечно, не навсегда, не с концами, кассеты даются на время, зачастую очень короткое. По сути дела, люди бесплатно берут фильмы на прокат друг у друга. Да, конечно, тогда их только так и доставали. Покупка самой кассеты была делом дорогим, она сколько стоила, по-моему, рублей 50, что ли. Не буду врать. Но так вот кассет не напокупаешься, в общем-то. В те времена очень было распространено меняться видеокассетами, а для этого нужно было какую-то, свою какую-то фильмотеку иметь. Кассеты даже быстро менялись, то есть иногда давали там на несколько часов, все, надо успеть посмотреть. У нашей семьи были знакомы с, не из ряды видеопиратов, но, видимо, как-то связанные с ними, потому что, я помню, мы приехали в гости к одному такому человеку, к нашему знакомому, у него там была целая стопка кассет от пола до потолка, это было что-то совершенно неслыханное. У меня был тогда огромный там список людей, с которыми я менялся кассетами, конечно, для этого мне нужно было иметь как козыри на руках для обмена. Я менял их кассеты на их кассеты, то есть там такие сложные были обмены, нужно было все это вести в тетрадки, чтобы не забыть, кому какую кассету вернуть, когда, чего и так далее и тому подобное. То есть это была такая целая бухгалтерия. Кассет постоянно не хватает, но что делать, если и видеомагнитофона дома нет? Это супердорогая игрушка, в собственном распоряжении она есть у немногих, а потому другой доступный способ увидеть новое кино в то время поход в гости к обладателям видика. В зависимости от отношений с ними просмотр может быть бесплатным или коммерческим. Помимо обмена, потому что не каждый тебе кассету даст, что ты с ней сделаешь, непонятно, испортишь, а потом что с ней делать? Ходили друг к другу в гости. Тогда очень популярны были коллективные просмотры кино, такие киноклубы частные, на которых людей накрывали, милиция заявлялась, и стукачи в этой среде процветали. Собственно говоря, как сажали-то людей, как к ним приходили за распространение порнографии и прочей антисоветчиной. Именно так, по наводкам. Современным молодым людям, не заставшим Советский Союз и живущим в эпоху интернета до отказа забитого запрещенным контентом, представить такое может быть сложно, но за неправильную кассету в домашнем видеомагнитофоне в те годы действительно можно получить реальный тюремный срок. Каждого первого, конечно, не сажают, но если тебя ловят на просмотре антисоветчины по типу рокки или порнографии, коей причисляется вполне безобидное по нынешним меркам эротика, вроде греческой смоковницы, если за тебя некому замолвить слово, пенять остается на себя. В начале 85-го года у меня появились советские видеомагнитофоны. В этой обстановке, когда, так сказать, у меня есть магнитофон, а у моих знакомых кассеты, ну, проходили, происходили, естественно, и вещи. Люди приносили кассеты, смотрели и уносили их. Спустя месяц в моей квартире был произведен совершенно страшный, инфарктный, так сказать, по результатам обыск. В каком году это было? Это было 9 апреля 85-го года. Этот обыск ничего абсолютно не дал. Никаких порнографических, так сказать, кассет, фильмов у меня найдено не было. Это произошло на основании доноса и больше ничего? На основании доноса, значит, после этого я попал в тюрьму со всеми унизительными, так сказать, вещами, которые прошел первый день. Это целая ночь, страшная ночь, отпечатки пальцев. С момента, когда я подал ходатайство и когда суд это ходатайство удовлетворил, эта экспертиза продолжалась 26 месяцев, ни больше, ни меньше. Она, в свою очередь, приняла затяжной характер из-за неисправности аппаратуры. Таким образом, промежуточные, если вот эти выкладки опустить логически, то я сидел 15 месяцев из-за неисправности аппаратуры. Люди магнитофоны выбрасывали в окно за просмотр греческой смоковницы. Знаете, может, это, конечно, байка, но очень похоже на правду, что когда собирались вот на эти первые видеопросмотры, видеомагнитофонов было мало, милиция выясняла там, кто что смотрит. Потому что за смоковницу все, просмотр порнографии, это никакое было не киноискусство, это четкая порнография по советским законам. Люди хватали сроки. Вот. И, значит, не открывали двери, когда милиция звонила, не открывали двери. Потом все-таки настойчиво, значит, там грозились чем-то дверь открывали, но кассету успевали достать и там ставили Том и Джерри, вот то, чем мы мультики смотрим. Тогда что стали делать милиционеры? Они подходили, вырубали пробки, обесточивали квартиру, так кассету не мог вытащить из магнитофона, после этого, значит, вламбли. И вот рассказываешь, что были случаи, когда люди в таких ситуациях выкидывали видеомагнитофон в окно, просто вместе с кассетой от греха подальше. А у вас ордер на область есть? Все у нас есть. Санкция прокурора. Так, предъявите, предъявите, что ты делаешь? Да нет, у них ничего. Чистые беззакония. О, так, товарищи понятые, подойдите сюда. Вы присутствуете при изъятии кассеты с порнографическим фильмом. Какие порнографрещены. Показано на территории Советского Союза последнее танго в Париже. Да, были случаи, когда людей задерживали за нелегальные просмотры. Их всех отпускали, как правило, кроме организатора просмотра. А это был человек, в квартире которого, как правило, происходил этот просмотр. Вот почему особенно ценились видеомагнитофоны с не электронным, а механическим выбросом кассеты. Когда вырубали свет, рубильник в подъезде, то там, где был электронный выброс кассеты, она оставалась внутри видеомагнитофона, как улика. А если это был механический выброс кассеты, ты мог нажать кнопочку, и кассета вылезала. И ты ее брал и быстренько прятал в шкафу промеж наволочек, предположим. И просто вы, например, сидели и выпивали. И тогда к вам уже мало что можно было предъявить. Мы сейчас находимся около Народного суда Ворошиловского района города Москвы, где сегодня слушается одно из дел, связанных с видео. Дела по видео нарастали в своем количестве. И неразбериха, связанная с проведением экспертиз, также увеличивалась. Речь идет о порнографии и о пропаганде порнографии. Я правильно выражу? Совершенно верно. Но тут сразу встает вопрос, что такое порнография, что такое эротика, потому что люди, которые практически не сталкивались с обнаженной натурой в кинематографическом воплощении, впервые увидев на экране обнаженное человеческое тело, могут прийти в шок и даже упасть в обморок или пойти писать. И даже пойти и написать донос. Написать объяснительную записку или заявление на человека, который пригласил их для этого. Я помню знаменитые дела, когда кого-то посадили там за Эммануэль, там и за распространение. Самое интересное, что существовали так называемые неофициальные просмотры. В ГОСКИНО был особый отдел, где хранились фильмы на пленке, и которые выдавались на дачи, на просмотры в ЦК КПСС, в Союз кинематографистов, в сборную СЦР по хоккею, там, я не знаю. И там в особом отделе был даже особый сейф, где хранились такие фильмы, как Эммануэль, последние танго в Париже, которые были, еще более, так сказать, к ним было серьезное отношение и выдавалось не абы кому. Но так вот, этих фильмов практически никогда не было в наличии, потому что они все время были на юге, на дачах у первых лиц государства. Пользовались повышенным спросом. Я хочу задать ребятам, которые здесь дежурят около суда, несколько вопросов, связанных с этим. Какие ваши друзья смотрят картины больше? Наши или... Отвечайте только искренне. Это искренне знает все равно. Пополам! У вас есть видео или у кого-нибудь из ваших друзей? Нет, у меня нет и у друзей нет. Ну, есть... Есть у одного знакомого. Ну, у него только это самое зарубежное фильм. Только зарубежное? Да. Вы у него смотрите? У него... Ну, так... Несколько раз смотрел. Ну, интересный картина. Очень. Первыми заказчиками и популяризаторами переводов зарубежного кино на ВХС в советские годы стали люди, без преувеличения вошедшие в историю отечественного пиратства. В нашей стране пионеров нелегального видео в народе называли писателями. Но не в самом деле шнами, конечно, а в кавычках. Ведь они не книги писали, окрыленные творческим порывом, а пиратские копии кассет, мотивированные отличными заработками. Имея некий стартовый капитал и вовремя обзаведясь необходимой аппаратурой, они организовали совершенно новый и крайне востребованный все годы вид бизнеса. Еще с конца 70-х годов, собственно говоря, они и начали строить вот эту индустрию пиратского видео. Это начиналось с двух видеомагнитофонов или один видеомагнитофон с двумя, который принимает две кассеты. Привозились кассеты из-за рубежа. Это или дипломаты, люди, работавшие на аэрофлоте, международной авиалинии, привозили кассеты регулярно. Или это то, что записывалось на границах нашей страны, на западных границах, с финского телевидения и так далее. То есть в Бибалтике это делалось. По многу часов подряд приходится пограничникам просматривать подобные поделки изолидных фирм и их подпольных конкурентов. Я видел квартиру, где комната была уставлена вся аппаратурой, видеомагнитофонами, которые в реальном времени что-то писали. Тогда, по-моему, не было системы, что можно переписывать ускоренно. Поэтому вот два часа фильм идет, два часа он переписывается. Но он может переписываться на один магнитофон, а может переписываться на сто магнитофонов. И тогда, в первом случае, у вас будет одна копия, за которую вы получите, там, не знаю, десять рублей, сто рублей. А в втором случае, у вас будут эти же сто рублей, но умножены еще на сто видеомагнитофонов. Понятно, что они уже предпочитали второй вариант. Новаторская бизнес-схема первых советских видеооператов воплощается в жизнь и становится по-настоящему прибыльной по ряду причин. Помимо находчивости и смелости писателей, первым кирпичиком в этой цепочке становятся переводчики. Собственно, где было взять этих людей? Не просто каких-то переводчиков, а переводчиков, которые уже имеют опыт перевода кино. Естественно, их стали искать среди переводчиков, работающих на фестивалях. Наши приятели, Дима Ряузов, вот он был одним из первых в Москве, кто приобрел это. И он, естественно, меня попросил, не может ли твой муж, значит, вот, начать переводить. Я долго его уговаривала, потому что очень многие испугались, боялись, что это нелегальное видео. Он попробовал, ему понравилось, потому что ему было интересно. Он вообще очень любил кино. Я где-то в 1984 году первый раз с братом увидели видео, у нас бывший администратор моего отца. Мы приехали к нему на Бабужкинскую. У него стоял такой еще телевизор, Sony огромный, аквариум, первый раз такое увидели в жизни. И куча английских оригиналов. Многие ему привозили специально под заказ, что ездил за границу. Рядом переводчик какой-то жил. Вот, в общем, он был писателем, то есть выпускающим писателем. И отдавал на перевод, и перезаписывал, а заводчик его продавал. То есть, в общем, так жил. Бизнес был действительно выгодным. Первые записи голосов делались на катушечные магнитофоны, запускали видеокассету и параллельно запускали магнитофонную ленту на катушке, и шел перевод. Потом перевод синхронизировался с кассетой и делался тираж. Это вообще выглядело, знаете, как мы сейчас смотрим где-нибудь музей в Лондоне или в Париже в киномузеях. Смотрим, вот сюда привезли огромный магнитофон, который на бобину писал звук. А на телевизор шло изображение. Потом это соединялось все вместе. Я никак не могла технологию запомнить. Я только помню, что когда Леша работал, он закрывал эти двери и писал, тихо идет запись. Роль писателей и всех тех, кто хоть каким-то образом распространяет в тупую пору кино на видео, спустя годы переоценить трудно. Без них видеореволюция 80-х была бы невозможна. Ну, представьте себе, я супергениальный переводчик, и нет ни одного фильма, и видео нам не привозят. И что я сижу и делаю? А в самом крайнем случае, представьте ситуацию наоборот, переводчиков вообще всех убрали, а вам в руки достался Бергман. Нечего, как-нибудь разберется. Трудовая деятельность переводчиков, работающих в эти годы с видео, имеет довольно странный правовой статус. С одной стороны, инкриминировать им что-либо, в отличие от писателей, за неимением соответствующей статьи в Уголовном кодексе, крайне проблематично. С другой стороны, внимание к ним правоохранительные органы все же проявляют. Уж по крайней мере, рядовые милиционеры точно смотрят косо. На самом же деле, переводчики, де-факто, неприкосновенные и опекаются на самом верху. Мне сказал товарищ следователь, что у нас есть инструкция переводчиков не трогать. Когда я спросил его, почему, он сказал, что это потому, что вы нигде все не работаете, одного тронь, вы все тут же разъедетесь по Союзу, где вас потом искать. Я не знаю, я думаю, что на самом деле дело не совсем в этом. Я думаю, что тем, кто принимал такие решения, им тоже хотелось смотреть фильмы с переводом, а не просто на английском, французском и итальянском языке. Когда я попадал в какие-то ситуации и мне какой-нибудь милиционер занюханный говорил, да я сейчас найду какую-нибудь голую задницу на кассете с твоим переводом и ты поедешь. Я говорю, куда я поеду? На дачу в горке переводить этот же фильм ЦК КПСС. Так я его позавчера там переводил и что вы мне можете инкриминировать? Ну, они все затыкались. С этой старой, но очень живучей легендой, будто переводчики скрывались от чекистов и потому были вынуждены в целях анонимности менять голоса, связана еще одна набившая всем звездным эпохи видео здоровенную оскомину. Невольным виновником появления этого мифа стал Леонид Володарский. Люк Скайуокер вернулся на свою родную планету Татуин, пытаясь спасти своего друга Хана Соло из когтей зловещего гангстера Джаббе Хатта. Из-за него, мерзавца, пошла вот эта легенда, что мы все переводили с прищепкой на носу, чтобы нас, как говорится, не узнали, не вычислили и мне многочисленные люди, которые брали у меня интервью. Ну, Павлася, ну, одень, пожалуйста, прищепку, как будто ты переводишь с прищепкой. Говорю, брось с тобой выдумывать, никогда этого ничего не было. У Леньки там какой-то танзелит или он нос сломал, как он говорит, в детстве, поэтому он говорит вот так характерно, а никаких прищепок никогда не было. Ну, скажем так, я не видел ни одного человека, который мог бы просидеть два часа с прищепкой на носу. Может быть, какой-нибудь мазохист, но я с ними не сталкивался. Мы не делали ничего такого, что хоть в чем-то нарушало закон. Если, конечно, переводчик не был вдолью с распространителем, тогда к нему могли бы прицепиться, я так понимаю, потому что распространитель это был незаконный бизнес по нашим советским законам, и в таком случае он мог бы быть каким-то краем-соучастником. Но поскольку все известные мне переводчики, ну, по-моему, все, может быть, в одном случае, только сомневаюсь, они были просто переводчиками, они делали свое дело и уходили, и не участвовали дальше в дистрибуции, не получали прибыль от этого дела, то им нечего было предъявить. Наше дело перевел и перевел, но ты же за это деньги получаешь. Какие деньги? Выпили бутылку водки, я и перевел, и все, оставил всем удовольствие. Если же говорить о заработках предметно, то теперь за давностью лет скрывать тогдашние расценки уже нет нужды. В общих чертах суть проста. И в спокойные советские годы, и в голодные ельцинские девяностые для главных звезд профессии синхронный перевод кино был хлебным делом, а подчас и водочным. Вообще, вот очень смешно было. В суровые годы, например, у меня был один клиент, это когда стояли огромные очереди в магазинах за водкой, и он платил всегда за фильм «Четыре бутылки водки». Он работал где-то, у него была возможность доставать, и вот была такая вот стеклянная валюта. Я не обязательно их выпивал, я мог кому-то подарить, отдать или дарить и так далее и тому подобное. У меня зарплата была, вот чтобы вам было понятно, 100 рублей официальная. А потом за выслугу лет 105. Перевод одного фильма официально на кинофестивале или кинонедель стоил 7 рублей 50 копеек, минус налоги 6 рублей 98 копеек на руки. Перевод на официально, но вне официального расписания, скажем, вот просят во время на фестивале еще и пересек какой-нибудь ночной сеанс, потому что мы не успевали. Он стоил 10 рублей. Перевод на видео стоил 25. Вот можете дальше считать сами. Четыре фильма на видео в месяц мне делали месячную зарплату. Рынок бытового видео, как и многое в Союзе, кардинально меняет перестройка. То, что еще совсем недавно было запрещено, с приходом к власти Горбачева выходит из подполья. Разрешаются производственные кооперативы. Если раньше видео было чем-то вроде дефицитной роскоши для везунчиков, то теперь многообразие зарубежного кино по-настоящему доступно огромным массам людей по всей стране. С 88-го года начинается недолгая, но крайне яркая пора расцвета видеосалонов. Мы еще не осознали всех достоинств видео именно для нашей громадной страны. А ведь именно оно позволит сделать резкий рывок вперед в демократизации культуры. Новинки кино новых АЭС в ту пору так и называются «видеофильмы». Этот термин позволяет отделить от официального проката репертуар видеосалонов. Для рядового зрителя они становятся новым способом часто и сравнительно недорого смотреть те картины, которые не показывают в переживающих упадок кинотеатрах. В отличие от похода в гости, визит в такое место всегда предполагает оплату, а располагаться салон может в самых неожиданных локациях – актовых и спортивных залах школ, домах культуры, отдыха, жеках, профтехучилищах, подсобках, библиотек, красных уголках, облагороженных подвалах, общежитиях, железнодорожных вагонах и даже списанных самолетах и автобусах. Самые продвинутые дельцы открывают видеокафе и видеобары, скрашивая досуг публики напитками и легкой закуской. Цена просмотра, как правило, фиксированная – 50 копеек стоит мультфильм, полтора рубля взимается за самый востребованный экранный продукт – эротику, порно крутят крайне редко. Все остальные жанры доступны по рублю. В неспокойную эпоху перемен, когда с хлебом бывает туго, народ охотно отвлекается от тяжелых будней на заграничные зрелища. Конечно, сейчас много очень открывает видеобаров, в частности, в Москве, мы сами из Московской области. Часто довольно-таки ходим, хорошо отдохнуть можно. Здесь я, в частности, смотрел «Ока за око». Это что такое? Американский фильм. Заходишь в бар, здесь показывают с кинофильмы, кушаешь мороженое. Очень уютная такая обстановка. Куда я постоянно хожу в пансионат Днепр, там, видеобар, там до 7 часов показывают мультфильмы. Ну, там, Том и Джерри импортные, а потом показывают фильмы. Вот я, допустим, с севера, у нас там деньги люди имеют. И вот тоже такие вот кооперативные салончики стали делать видео, значит, отдыха и прочее. Душная тесная комната. Несколько рядов обычных стульев, расположенных друг за другом на одной высоте. Телевизор на стене или тумбочке, подключенный к видику. Крутящему бог знает, какую по счету копию пиратской кассеты. Отдающий желтым или рыжесиним экран. С трудом разбираемая на слух гнусавая одноголосая озвучка. Сегодня все это звучит как средневековая дикость, мазохистский кошмар любого уважающего себя зрителя. Но в то время это воспринимается совсем иначе, как подлинная магия, удивительный опыт, расширяющий сознание, захватывающие кинопутешествия в другой, неведомый мир. Нет. Сегодня, 30 лет спустя, уже с трудом верится, что здесь по адресу Арбат 51, страни 1 располагался первый московский видеосалон. Учитывая, что пик популярности таких мест в наших широтах пришелся на очень короткий период, с 88 по 92 годы арбатское заведение оказалось настоящим долгожителем, протянув до самого конца ельцинской эпохи. Шедевры мирового кино и кино не для всех в видеосалонах обычно не крутили, ведь они-то как раз и были для всех. Днем мультфильмы для детей, вечером зрелище для взрослых. Исключения, конечно, имели место, но стандартный советский видеосалон это все же история не про Бергмана или Феллини. Когда на дворе перестройка и власть больше не преследует за Эммануэль, а сверху нет никаких цензурных комиссий, блюдущих общественную мораль, удовлетворение самых низменных инстинктов советской публики и сголодавшийся по запретному доселе кино лучший способ получить хорошую прибыль. На 90% это были достаточно простые боевики, достаточно глупая эротика, достаточно несмешные легковесные комедии. То есть даже по сравнению с тем, что было в прокате, это было, конечно, падение вниз. поскольку общий культурный уровень чудовищно низкий, то время из-за того, что не допускалось ничего, а потом из-за отсутствия какого-нибудь интереса, не знаю, из-за чего, не буду сейчас философствовать, но, короче говоря, всегда же больше будет людей, которые будут слушать шансон, нежели кто будет слушать шнитки, правда? И поэтому то же самое и в кино. Сегодня я ради интереса некоторые фильмы пересматривал, которые тогда казались просто шедеврами и откровением. Например, предостережение был такой фильм, это ужастик про каких-то инопланетян, которые прилетели охотиться на землян. Ну, типа, это у них такое развлечение, охота, значит. И охотились с помощью какой-то тоже такой живого существа, какого-то, которое вот так прилипало к лицу, пускало щупальца, значит, ну, страшно. Это казалось, что просто такой ужас, такой фильм ужаса, просто с таким сюжетом завораживающим. Я его недавно посмотрел, просто несколько минут, и это какой-то детский сад, ну, просто смешно. Одно дело, как вы понимаете, переводить то, что мы переводили здесь в иллюзионе, то есть плоды трудов лучших сценаристов в истории кино, да, действительно сложных, сложнейших, очень нюансированными текстами фильмы и какую-нибудь, не знаю, комедию с Джеки Чаном, в которой словарный запас там 30 слов. Просто это два разных кино, ну, это и два разных перевода. И действительно, после стольких лет жанрового голода художественный уровень увиденного на экране публику волнует совсем не в первую очередь. На ура проглатываются не только качественные фильмы, но и второсортный шлак. И уж тем более мало кого смущает откровенный антисоветский посыл какого-нибудь третьего Рэмбо или четвертого Рокки. Народ заинтересован кое-чем поважнее. От этого нового западного и восточного кино, захватывающего, зрелищного, лишенного советских цензурных рамок, он получает зрительские эмоции новой силы, а заодно с жадностью рассматривает в это видеоокно другой мир и другую реальность. Это перспективно до тех пор, пока в кинотеатрах не будут показывать то, что показывает видеотеку. Ну, в общем, того, что там на экранах, не увидишь, что здесь. И поэтому сейчас пока на это время это, конечно, очень хорошо. Как вам кажется, вот такая форма обслуживания, она перспективна? Я думаю, да. Нужно, по-моему, расширять даже, потому что практически прокат у нас фильмов не бывает. Ведь никто здесь показывает. И только можно, в условиях оператива, хоть посмотреть фильмы, прийти сюда, наверное, здесь взять. Легендами видеосалонов стремительно становятся Брюс Ли, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дамм, Сильвестер Сталлоне, Джеки Чан, Чак Норрис и другие звезды эпохи. В перестроечном СССР за этих актеров говорят переводчики пиратского видео. Их фамилии мало кто знает, но голоса известны повсюду. Обратите, пожалуйста, внимание, часы Эйнштейна полностью синхронизированы с моими контрольными часами. Иногда, будучи где-нибудь отдыхая или там заглядывал в видеосалон, засуну голову, услышу свой голос, одобрительно кивну и пойду дальше заниматься своим делом. Я не знаю вас, вы не знаете меня. Поверить не могу, чтобы Джим Хоппер угодил засаду. Этот андроид, самодушаточный робот. Том, быстрее, мы уже уезжаем. Михалева мы называли это тот клевый, который комедии переводит. Ну, Балазарского понятно, как мы называли, значит, за его неподражаемое произношение русское. А Гаврилова как-то называли, а, это тот четкий, который боевики переводят. Вот. В общем, смотрели эти фильмы. И эти переводчики воспринимались какой-то такой совершенно таинственной, закрытой кастой, причастной к какому-то таинству, преподнесения вот этих фильмов, незапретных, но, как сказать, вожделенных, до аудитории. Вот. Воспринимались совершенно такой таинственной кастой. То есть, это было очень круто. все совпало одно с другим, хронологически. у нас волна видео, в общем-то, пришлась на перестройку. Буквально пару лет до перестройки, а после этого перестройка. А в перестройку и обычное кино ощутило эту самую свободу. Мы стали закупать, опять же, я в этом принимал самое деятельное участие, мы стали закупать там полет над гнездом кукушки и так далее. Все вот эти картины, мы их озвучивали в Гассельмофонде, да, и выпускали их просто с одним авторским голосом. Все это шло по всей стране. То есть, цензуры, как таковой, уже не было, и можно было покупать все, что угодно. С началом перестройки в конце 80-х годов было понятно, что этот процесс уже не остановить. Я тогда работал в Американо-советской киноинициативе, АСК так называемой. Были большие планы снимать вместе, там, то, то, да, все, ничего из этого, конечно, в итоге не вышло, потому что никому мы там не нужны. Но планов было громадье, и мы даже устроили фестиваль эротического кино в Сочах. Пупым очень смешно, какие-то мамаши ругались, вы что показываете, я пришла с ребенком, а там такое, там показывают. На самом деле, это были фильмы абсолютно нормальные, но с какими-то элементами эротики и так далее, и так далее. Мы им говорим, а дуру, куда ты ребенка тащишь? Ты видишь, написано, фестиваль эротического кино, куда ты его тащишь? Откуда я знаю, что у вас тут написано? Я отдыхаю, вот хочу с ребенком в кино, а вы мне такое показываете. Зарубежное кино на ВХС вошло в историю как один из ярчайших культурных атрибутов позднесоветской свободы. А одной из главных визитных карточек самого видео в перестроечную эпоху стал голос человека, начинавшего свой переводческий путь с предельно несвободных, да нельзя официозных форматов. В марте 1972 года Москву по приглашению советского правительства посетил с официальным дружественным визитом премьер-министр Афганистана Абдул Захир. Выпускник Выпускник престижного института восточных языков МГУ, работавший в МИДе и переводивший для Брежнева на встречах с лидерами Ирана и Афганистана, мастер перевода художественной литературы с фарси и английского, преподававший русский язык в Америке. Широкой публике Алексей Михалев известен все же в ином качестве. В истории русскоязычного перевода зарубежного кино этот человек занимает примерно то же место, какое в летописи отечественного хоккея отведено Валерию Харламову. Непревзойденный виртуоз и народный любимец, выделявшийся на фоне даже самых талантливых коллег, признанный классиком еще при жизни, после ранней кончины Михалев и вовсе обрел статус легенды. Вы просили меня перевести фильмы, иранские фильмы. Перевел, и потом один из этих фильмов оказался на английском. Я сидел в зале за микрофоном, я сказал, ой, это по-английски и продолжал переводить, естественно, перейдя с персидского на английский, продолжал переводить. Мне это понравилось, и вот как-то так это пошло постепенно, я работал почти на всех фестивалях. Я с ним познакомился в союзе кинематографистов, показывали какую-то совершенно идиотскую музыкальную картину, чити-чити-бэн-бэн, вот это вот, мюзикл идиотский, просто очень плохой. Кто-то переводил, не помню кто, ну и тот со стороны, не знаю, больше этого человека, наверное, не слышно. И как раз вот кто-то из зала стал пускать такие достаточно язвительные реплики в отношении качества перевода, ну так обменялись несколькими фразами, вот там я тем самым с Лешей и познакомился. После этого мы бы близко подружились. Для него абсолютно не существовало авторитетов. Здесь мог сидеть Илья Климов вот дома, Роберт Де Ниро и так далее. он мог все что угодно сказать, вот, и ему все прощалось. Я имею в виду ни ругательства, ни мат, ни оскорбления, но он мог острить так, как он хотел и так, как он умел. А умел он очень хорошо острить. Вообще, везде, где мы появлялись, он становился центром компании. Я не знаю переводчика, который бы в той или иной степени, если не ориентировался, то, по крайней мере, не брал как планку именно Алексея Михалева. Из самой старой когорты это, пожалуй, был самый артистичный переводчик, чей переводческий язык был особенно богат, чья артистическая составляющая в каждом переводе была индивидуальна, и недаром именно про него говорили, что он может вытащить плохой фильм. Для меня он тоже фигура номер один. Человек, который удивительно сочетал точность перевода с вольностью перевода, что необходимо для перевода фильмов. Это не перевод официальных документов по разоружению, например, для ненорадского крылатого ракета, он назовется ракетой Першинга, и начнется третья мировая война. У киноперевода совершенно другие лимиты, границы дозволенного. Он удивительно это сочетал. Вы знаете, в переводе литературы есть один закон. Переведенная книга на русский язык должна стать произведением русской словесности. То есть, когда ты ее читаешь, ты не должен спотыкаться и не видеть сквозь этот русский язык английский, который стоял вначале. То же самое должно быть и в кино. Так, мальчики, перекур закончен, не валяйтесь тут, не загорайте, вас не для этого надо ли работать, а то еще обгорите. Как я сел в форусе обгорелся. Давайте, берите лопату и откопайте мне что-нибудь симпатичное. Надо сказать, у него был блестящий русский язык. Вот это то, что его отличало от других переводчиков, как и у Гриши и Беркалов. Это тоже украшало перевод. То есть, это главное, что украшало перевод, потому что было масса переводчиков, которые садились и заикали, запинались, не могли связать слова и так далее. А вот они умели, Андрюша говорил, выходить из положения. I don't speak your language. Мне очень жаль, я не говорю на вашем языке. And I won't even be able to read. Более того, я даже не смогу прочесть. But now it's time and everybody is impatient. Но время идет, все теряют терпение. I'd like very much to know the name of the winner. Мне бы очень хотелось узнать имя победителя. I open the envelope. И я вскрываю конверт. Все обожали Михайлеву, конечно, потому что, как бы, так сказать, поддавала и сама манера, то же самое время и харизмы, и мягкость. Все любили там и мультфильмы в его исполнении, и боевики, и все, что угодно. Особенно тогда много было... Именно такое кино выходило, такой волшебный был период, когда выходили такие классные фильмы, там, как «Назад в будущее», там, «48 часов», там, «Диснеевских» много очень мультфильмов полуметражных вышло. «Эй, что скажете, ребятки, а? Почем вы знали, чем все кончится? Смотри, какие у них удивленные морды! Эй, босс, а может, нам стоит выйти и опять войти?» У него было прекрасное свойство, он очень хорошо слышал. Если уж он смотрел фильм заранее, то уже можно было быть уверенным в том, что это будет первоклассный перевод, но кроме того, даже если он не видел фильма заранее, он удивительно слышал звуковую дорожку, удивительно слышал язык и очень хорошо понимал стилистику, что крайне важно, потому что далеко не у всех переводчиков это получается. Когда он переводил, это был домашний перевод, не в Болшево на семинарах, не в Доме кино, когда он переводил там, он, конечно, не отсматривал фильм до того. Когда он переводил, что называется, на века, то он всегда отсматривал фильм, потом думал, как это лучше сделать. Я не умею халтурить. Однажды вот я переводил «Трамвай желания» от Тенниса Уильямса. Там идет одна и та же фраза три раза, и она идет «Flowers for the dead». То есть перевод один, в принципе. Но поскольку три раза это звучит, это достаточно утомительно для уха, поэтому я сделал первый раз «Цветы для мертвых», потом я сделал «Цветы для усопших», в третьем раз, тогда опять «Цветы для мертвых». И мой приятель, когда он сидел в кино, он мне сказал, ты знаешь, я вот смотрю и думаю, вот знаешь, вот есть, как бы тебе объяснить, так, что не очень тебя обидят. Бывают проститутки разного рода. Ты из тех, которые мало того, что деньги получают, еще хотят и каждый раз сами удовольствия получить. В пиратские времена покупатели обязательно спрашивали, если это перевод Михалева, то фильм покупался, брался в любом случае. Не важно, что это. Очень часто Михалеву давали абсолютное барахло, которое сейчас даже никто смотреть не будет. У него очень много переведено таких фильмов, но которые он старался, может быть, перевести более-менее интересно, сделать фильм более-менее смотрибельным. Было обидно смотреть, как он какой-нибудь отстой переводит, который, ну, не достоин его. Абсолютно, да. Как, допустим, там, если бы Микеланджело попросили бы там нарисовать там какую-нибудь там халтурку там для какого-нибудь кафе там. Поэтому все, конечно, хотели шедевр смотреть с Михалевым. И вот именно он, если можно так сказать, вовремя умер в том плане, то, что, как бы, не потратил большое количество своего времени на отстой. А так бы оно и было на самом деле. Но, вы знаете, он не предполагал, что он так популярен. Он совершенно об этом никогда не думал. И если бы он видел, что творилось после его смерти, он, наверное, крайне удивился. Я не говорю о том, сколько народу. Он умер 8 декабря, а похоронила я его только 13 декабря в день нашей свадьбы. Потому что писали люди, приехали из Екатеринбурга, из Питера, из Казани. Просто присылали телеграммы и просили, чтобы отложили похорону, что они хотят приехать на прощание. Ну, неинтересно заниматься работой, если она тебе не признает удовольствия. У меня вот всю жизнь было так. Ну, это можете выяснить, этот курсовичек. Михалев, вот он, Михалев, так и остался в той эпохе для нас, для всех, такой иконы того периода, когда хорошее кино что-то еще значило. Что это не был еще бизнес. Что это, ну, это только начинало превращаться в бизнес. Это пока еще был клуб филофонистов, как называлась Горбушка изначально. То есть, это был как бы клуб коллекционеров, клуб любителей, почитателей, кино и так далее, и тому подобное. Вот он остался в той эпохе. Вот считайте, вот он умер, и началась другая эпоха. Работать на советских фестивалях Алексей Михалев начал еще в конце 60-х. Пик его переводов на видео пришелся на перестройку, а умер Мэтр в 94-м. В другой стране и в другом десятилетии, у которого были свои новые герои и своя отдельная история. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин